Приветствую, друзья! Лучшая книжка всех времён и народов – это ваша записная книжка, но современная. Я в прошлый раз начал эту серию видео именно поэтому, потому что когда мы находимся между сном и бодрствием, а это мы бываем, когда мы засыпаем, потом на секунды просыпаемся, потом опять засыпаем, потом на секунды просыпаемся, и вот нам дрейфуем между сном и бодрствием. Если мы загружаем свой мозг перед тем, как лишь спать, осознанной частью своих задач, нерешённых проблем, конкурирующих между собой, чем больше противоречий, тем лучше, потому что когда мы засыпаем и дрейфуем между сном и бодрствием, в этом нуле между сном и бодрствием происходит отсечение от решаемых проблем нашего ума, загруженного шаблонами, стереотипами, страхами ошибки и авторитетами. То есть мы фильтруем. Мы фильтруем и наутро получаем как бы то, о чём мы думали, о волнующем вопросе, и мы получаем как бы инсайты, озарение по заказу. И добавьте туда ещё один вопрос, как бы помочь всем людям на свете. Мы же люди, у нас есть сострадание, что там происходит на другом конце планеты, на другом континенте. Добавьте это своё человеческое. И мне поможет, я надеюсь, человек, который в прошлый раз в первом моём ролике из этой серии написал или написала идея не нова, но проста и прекрасна. Я надеюсь, она поняла, о чём речь идёт, и поэтому мне поможет своими комментами, напишет, в чём она это поняла. А сейчас вторая часть вопроса. Дело в том, что только сон является настоящим источником наших сил. Этот сон – это неисчерпаемый источник новых свежих сил и идей, потому что там во сне, между сном и божеством, тоже происходит этот процесс и разгрузки, и разрядки, и сновидения, как говорил великий учёный, о том, что сновидение – это и субъективное решение наших объективных проблем. Так вот, вопрос заключается в том, что некоторые люди не досыпают и сами того не подозревают, потому что они читают, сколько часов надо спать, и думают, что так и надо. А надо спать столько, сколько вам лично нужно. Это вторая часть вопроса. Сколько вам лично нужно. В этом же всё дело. Потому что, если человек не высыпается, клетки мозга не получают достаточного заряда сил, кислорода, энергии, возможности гибкой коммуникации в нейросетях, и поэтому не удивляйтесь, если это человек, который не досыпает свои часы, у него чашка падает из рук, вечно что-то не получается, и он не находит много радости в жизни, не находит много причин для радости, и часто погружается в депрессии, и часто погружается в панике, безразостную апатию. Ну, это потому, что человек не досыпает. Ну, а как же? Пророда нам дала сон. Даже птички спят. Обратите внимание. Ну, и жаворонки, которые рано просыпаются, и совы, которые поздно спят. Ну, вы поймите правильно, у каждого есть индивидуальная особенность, и не надо слушать всяких психологов, которые рано встают, и начинают всем долбить и учить, что надо рано вставать. От глупости всё это надо вставать тогда, когда вам надо вставать. А это вы можете сделать путём самонаблюдения. И третье, друзья, если вы не выспавшись, то пазлы, пазлы, как листья, сразу рассыпаются, и вы теряете целостность картины мира. Да, хорошая метафора, правда? Пазлы наши, как листья, рассыпаются. Когда вы не выспавшись, а встаёте, садитесь за компьютер, или заполнять свой вот дневничок, или целеполагания свои писать, и в этот момент, ну вот вы не выспались, и в этот момент вам хочется доснуть, доспать, и в этот момент вам ещё кто-то звонит, а вы настроились сделать какое-то видео, в этот момент кто-то звонит, просит помощи, и возрыв. Потому что вы настраиваетесь, осиотачиваетесь, собираете последние силы, в это время кто-то звонит, чтобы вы помощь оказали. Но это у меня часто бывает, это круглосуточно испытываю, потому что я только прилягу отдохнуть, в этот момент звонок. Я должен мгновенно мобилизоваться, а сил-то не хватает иногда. Поэтому мы, например, сейчас перед новым вебинаром, когда будем проводить бесплатный ликбез, пожалуйста, выходите все с вопросами. Потому что я тоже не исчерпаем в плане творчества, но также не исчерпаем в плане вот этого события, поиска причин для огорчения и безрадостности. Конечно, почему нет? Потому что мы объявляем бесплатный ликбез, и пришло там 20-30 человек. Ну что это такое? Ну бесплатный ликбез, это такое почётное мероприятие, где каждый в зуме может задать свой волнующий вопрос. А что это такое вообще? Мы объявили за день, за два, бесплатный ликбез, ну приходит там 20-30 человек, а я выдаю там такой необыкновенный контент, как, например, сегодня я говорил о том, как загружать свой мозг, сомном, противоречивых задач, осознанных, и засыпать, и просыпаться, засыпать, и просыпаться естественным, спонтанным образом, не специально себя будить, а просыпаться тогда, когда вы выспались, и у вас тогда возникает энтузиазм. Ну ладно, это я сразу несколько тем сказал, поэтому пишите, друзья, и как моя картина, ещё кисть осталась заработать, чтобы было видно, а может быть там пространство надо заработать, пишите, друзья, подписывайтесь на мой YouTube-канал, на Telegram подписывайтесь, и пишите там, участвуйте, и обязательно посмотрите описание под этим видео, потому что все не смотрят. Это странно. Потому что не смотрят, и потом задают мне те же, одни и те же вопросы. Один раз прочёл, всё понял, и уже в теме. До встречи.